всем привет с вами дима и сейчас будет моя первая реакция на сашу капустину я ее смотрю и слушаю уже давно как и многие я смотрю ее стримы и конечно ну это нечто саша если ты смотришь эту реакцию ты шикарная лирическая сопрано и у тебя такая энергетика просто сумасшедшая в общем сейчас послушаем куклу колдуна и после этого может еще какую-нибудь песенку как поет саша немножечко разберем перед этим подписывайтесь на канал ставьте лайки и саша капустина кукла колдуна сколько импровизации у саши всегда то есть вот ну просто здесь проигрыш она это пропивает еще какие-то свои милизмики добавляет проходы по гамме и это звучит ну шикарно всегда вот эта импровизация очень интересна ты не знаешь что будет дальше слушаю мрачный коридор я на цепачках как вор пробираюсь чудыша чтобы не смог но тех кто спит уже давно тех кому не все равно шикарно меняет регистр она то поют низким голосом здесь он такой прям объемный прозвученный потом переключаются на высокий головной ну просто это очень сложные координационные штуки для обычного певца но саша это абсолютно игриво используют в своих импровизациях сразу моментально где-то вот у него там йодлик проскочил такой какой-то мимолетный шепотом что-то вот пропела сказала круто слушаем мальчик чтобы увидеть как бессонница час ночной меняет нелюдимая облик двой чьих не вольница идей зачем тебе охотиться на людей крестик на моей груди на него ты погляди чем тебе способен он резко изменить вот у нее низкий голос кстати вот которым она здесь поет он такой очень утрированная как будто вот такую разговорность в него добавляет и он очень наглый такой прям плотный становится как какие-то тетки на рынке кричат и понятно что вот для ее голоса лирического сопрано такой нужно добавлять мощи чтобы прозвучали нижние ноты и она это умеет сделать это очень круто я сначала хотел сказать что у нее здесь спета народным голосом мне много чего от народного голоса в этой песне конкретной но в принципе слышно постановку какую-то оперную то есть у нее такая даже эстрадная постановка она все равно опирается на нечто оперная то есть вот этот вот легкий такой лирический звук мягкий который у нее есть это все-таки отголоски академической вокальной школы оперное пение ну звучит это очень здорово я в этом вижу очень сильную миссию для большинства девчонок очень много лирических сопрано на самом деле и не все знают как себя применить кроме как в опере а ты приходишь и там просто сумасшедшее количество лирических сопрано конкуренция зашкаливает а может быть ты еще хочешь петь эстраду какую-то рок но это думают что у меня голос не такой плотный я не могу это сделать вот саша которая это абсолютно шикарно делает это просто потрясающий пример просто перетягивать с нее все навыки вот и проецировать на себя и у тебя будет просто лирическая сопрано с сумасшедшими возможностями здесь добавил на низах вот такую мощь наглую объемного разговор на всякие приемы те же самые мелизмы какие-то украшения в виде обращения к зрителю то есть когда она там что-то проговаривает шепчет еще какой-то оттенок дает ну в общем это очень крутой пример слушаем дальше очень жаль что ты тогда мне поверить не смогла то что новый твой приятель не такой как все ты осталась с ним вдвоем не знаю ничего что тебе способ и ты попала к настоящему колдуну он загубил таких как ты не одно славно кукла и в час ночной теперь он может управлять тобой все происходит как в страшном сне и находиться здесь опасно мне опасно мне опасно мне не столько импровизации вот я ни у кого не слышал то есть каждый раз ты слушаешь у саши на стриме какую-то песню и ты знаешь что это будет новая песня потому что там есть и мы не все Там абсолютно другие оттенки будут. И вот еще столько общения у нее в процессе пения со зрителем. Она вот прям тебе рассказывает историю. Это очень сильно пленит. Очень круто. Я еще что хочу сказать с чисто музыкантской стороны. У нее просто сумасшедшие, развитые уши. То есть она так хорошо слышит. И вот она поет 3,5 часа стрим. Ну представьте петь и говорить 3,5 часа. Попробуйте. Некоторые там с доклада в 20 минут уже помирают. Здесь же 3,5 часа. То есть у нее очень хорошее еще дыхание. Хорошо настроен дыхательный аппарат, чтобы выдерживать такую нагрузку. Про интонацию. Она просто отлично слышит, где она находится в песне. Что это за песня, какие там аккорды. И она импровизирует на основе этого. И бывает, что ты поешь живое исполнение у тебя. Оно не будет идеальным. Вот если ты готов на 100-200%, у тебя 5% где-то там порежется. Где-то что-то у тебя не получится сделать. У Саши же этот процент стремится просто к минимуму. То есть она берет, поет песню. Не сильно ее помнит, потому что пила давно. Но она абсолютно точно ее пропевает. То есть у нее уши просто шикарные. И когда она где-то может не до конца вспомнить какую-то мелодию, она ее может доимпровизировать. И это будет вкусно. Ну просто шикарно. В общем, уши у нее просто великолепны. И это бы всем музыкантам. То есть не все, кто поют, имеют такие хорошие уши. Это слышно, что у нее уши инструменталиста, а не вокалиста. То есть она воспринимает свой голос как абсолютно самостоятельный инструмент, который должен идеально точно играть. И это и происходит. Мне лично, вот это приятно, не знаю, процентов на 300. Потому что если ты не будешь хорошо попадать в ноты, какой бы у тебя красивый голос ни был, но тебя не будут слушать, потому что это мазня какая-то. А тут все идеально, все шикарно. То есть даже высокопрофессиональный музыкант, если будет слушать такие записи, он будет понимать, что он внимает сейчас реально крутому артисту. Не говорю уже про то, сколько энергетики, сколько понимания о том, что ты поешь, есть у Саши. В общем, Саша, ты очень крутая. И эти стримы, это просто великолепные какие-то праздники каждый и каждый раз. Пишите в комментариях, что вам нравится в голосе Саши. Посмотрим, обсудим. Подписывайтесь на канал. И вот я же тоже должен сказать, что мне как самое главное нравится в Саше. Ее артистичность, ее очень чуткие уши, которые все слышат, и она может на основе этого импровизировать. И, ну, конечно, оттенок голоса. Ее лирическое сопрано, которое очень мягкое и красивое. И она это постоянно использует, распевает какие-то сумасшедшие просто вещи. И это шикарно. Вот это топ-3, что мне нравится в Саше и в ее голосе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что хотите послушать еще. И приходите на онлайн-уроки. Всем спасибо и пока-пока.